Добрый вечер, уважаемые друзья. Не бойтесь, я в центре. Продолжение следует. В нашем случае эта традиция не уже сходит, так как наши отношения уходят в любое обменное поле. Хорошо известно, что страны не выбирают своих соседей. Редва и Россия веками жили вон-вон. Судьбой нам начательно быть соседями и говорить историю Сорчакова. Наше соседство всегда было очень и очень разным. Великое княжество московское и Великое княжество литовское пороли друг друга на свои интересы. И в то же время литовские друзья различали браки с русскими женами и так объединялись с моими людьми. И великий князь Арбердас трижды жал бы мой русский рус, а потом другого князя Догмандаса, Догмандо, русские люди считали своим и даже почитали его на русском сочинении украшения святого. Правители дружили и воевали, а простой людь торговал, напечатал книги, как в евангелах в битве, и помогал друг другу в заготовные времена, как полагается, настоящий сосед. Почти каждый исторический этап был ознаменован новыми испытаниями и даже напряженностью в отношениях между нашими соседями. Но с другой стороны, будучи соседями, мы неизбежно обогащали друг друга в культуре и самосознании. Сегодняшняя дата – это хороший повод не только признать горькие ошибки в истории его здоровья отношений, но и вспомнить опыт добрососедства, который мог бы стать примером для отражания телепартнерства и надежды в товарищеских отношениях. Вообще-то трудно найти, например, семью, которая не привыкалась бы репрессиям и гонениям со стороны советского режима, у которой… семью, которой бы не было горькой исторической памяти. Но многие мои изотечественники вынесли все трудности потому, что иногда последним пуском в небо или просто человеческим теплом все другие годы с нами делились простые, неравнодушные к чужому горе и грусти. Литовцы всегда четко разделяют режим «разударственные машины» и добро, отзывчивость и искренность русского дома. Мы очень хорошо помним, как русские, особенно Литербургские, интеллигенции и простые русские люди поддерживали наше стремление в свободе, которое существовало с 11 марта 1990 года. Правда, мне часто задавали вопрос, почему и куда вы бежите? Мы никуда не бежали, мы только хотели быть с ними с собой, гражданами и самостоятельными в одномском государстве. И мы так и не стали. Влившись в главную организацию западных демократий, мы подтвердили свою верность подлинным европейским ценностям. Таким образом открылись новые возможности для развития наших отношений. Ведь за этот период уже была посетателем Совета Союза и МСЕ. Два года наряду с Руси была членом Совета Безопасности и Организации Минократии. Наши сегодняшние отношения нельзя назвать совсем гладкими и полноценными, к сожалению. Но очень простой и ясный путь их улучшения. 25 лет назад наши страны провожили договор об основных по основам межгосударственных отношений. Цитирую. «Относя в прошлом события и действия, которые обязывали полной и свободной реализации каждой из того, у нас есть право правильного мирного инструмента, решив строить свои межгосударственные отношения на принципы дружбы, на настосоветства, праве на благо народного страны. Именно это согласие, на которое 25 лет назад вступили политики, интеллектуалы и технологической культуры в наших двух странах, могут дать наилучшие результаты. Ну а мы на каждом из своих поприщей одинаково. Я благодарю всех Петербурга за то, что они противовали Тома и Петербурга. Генеральное производство за прошедший год очень многое сделало, чтобы здесь, в Петербурге, увидели людьми, и чтобы стать Петербургом в мире был виден и слышен. И это нам нужно. Петербургцы опять заботились в своем Петербурге, как мы его называем. Давайте посчитаем. Несколько минут в этом зале начнется концерт молодежь-литовских исполнителей. В зале среди зрителей, нехорошие дела, посредители Литовского фонда по образовательным программам, и баскетболисты, участвующие в европейском молодожном институтурном культуре Александровской работы. Позавчера главного вида «Сандра Согласия» за международные дни годы была обучена специальная награда. И я хочу всем вам показать последний результат работы этого гурнала только в понедельник. из типографии книга «Нас черпала». Новые речальные переводы с русского на литовский, где отпечатаются вместе стихи ахматовые, как из-за государна, и господа Гландович Штанов и Малин Цветаев. Отсутствие этого тоже предложило определенное влияние, чтобы все это были на сайте. Вчера ученики «Национарный школьный искусств» имени Кишкин Черговиса в детской деревне «Сос» в Пушкине организовали специальный концерт жителям этой деревни «Вечер с знакомствами святого». Завтра второй день в Некриде офис полиции Санкт-Петербурга в Доме национальности встречается в Евросоюзе деревне. Их это все за одну неделю. В окнах Генерального конкурса были плывы на коррелах. Каждый вечер встречались маленькие фонари и горят солнечки. Это маленький символ того, что этот дом гостеприимен, что здесь живут люди, представляющие страну, где лучшие петербургские традиции, они являются людьми слова, людьми дела, людьми язву принципов, ценящих дружбу и ищущих согласия. Уважаемые гости, я очень рад, что, несмотря на всю суету большого многобеленного города, на все дела, которые, нам сегодня пришли наши гости, которые тоже хотят сказать несколько слов, но я хотел бы представить человека, который самый долгий приятного в рассказе «Благодарен приглашению». Причем, когда я получил приглашение на место, где будет проходить торжество, сразу вспомнил, что несколько лет назад я присутствовал на празднике первого перекрытия с министром иностранных дел Эстонии, с эстонской диаспорой. Я даже это представить себе не мог, что через какое-то время я окажусь уже в этом же замечательном месте, но уже с литовскими дипломатами, с литовскими гражданами, с диаспорой. Поэтому это в определенном образом символично и это замечательно. Дело в моем восприятии состоит в том, что сегодняшнее дипломатия посвящено 25-летию восстановления дипломатических отношений между Литовской Республикой и Российской Федерацией. Слово «дипломатия» имеет несколько значений, но мне очень нравится, что дипломатия в искусство возможна. Почему? Потому что это очень перспективное определение возможностей, создают люди, их настроение, их желания, цели, задачи, способы, которые они выбирают. И то, что сегодня в рамках торжества будет звучать музыка, будет общение на уровне не чиновников, а простых людей, это та самая народная дипломатия, которая не способствует улучшению отношений между не просто людьми, а между народами, в данном случае Российской Федерацией и Литонской республики. Поэтому позвольте мне от имени представительственных средств и странных дел Российской Федерации пожелать всем прекрасного, приятного торжества, пожелать хорошего настроения, и чтобы сегодняшняя встреча так же запомнилась, как мне когда-то был праздник первого перехрытия, в котором я участвовал. Спасибо. Добрый вечер. Я тоже хочу начать свое выступление со слов благодарности. Знаете, Денис удивительный человек, он не карьерный дипломат, он долгие годы, как вы знаете, был министром канцера Министерства образовательства. И с его появлением я вспомнил о том, что я переной петербуржец, был в культурной столице России, потому что такое основное мероприятие, он проходит в одном из очень исторических, очень значимых для России в культуре мест. Все выступления вложены было в капелле, потом, благодаря ему, я покупал в армитарном театре, и мы смотрели постановку про мотивом так, да, перескорить суперстар Литовского, я считал, где будет дальше. этот зал, он славится своей обысками, и я отмечу приглашение, с большой радостью сегодня присутствую с вами, это действительно большая честь. Я должен сказать, что свое выступление справедливо сказал, что отношения между странами имели всегда стараться борьбы. было единственное время, когда этих борьбов не было, как мы с коллегой вспоминали, когда команда «Жангельс» доминировала, говорила современным языком, и практически не знала в себе равных. Мы все из советского времени, мы все помнили как великих спортсменов, в городах страны, они такими и остались. Вы знаете, мы все-таки на земле группы из Денинградской области, к тому же по чиновнике. Мне всегда нравится, как Денис всегда, понимаете, очень тонко пропагандирует особенности литовской кухни, литовских напитков. Понимаете, для того, чтобы не боить своего друга из Денинградской области он придумал вот этот прекрасный повод, я считаю. И как чиновник, я могу совершенно, как вы понимаете, теперь спокойно официально у них интеллигентных напитков, которые нас в последствии ожидают. На самом деле, действительно, очень серьезный повод четверть века. Мы вспоминали, когда выступали в блоге в капелле, что был холодный Метроград, одна группа, интеллигенции Литвы, варил тогда еще первую, документ о федерации вашей независимости, единственное, кто вас опередил, они нашли, они прищали, они на 31 декабря. что на то они двоих же. Они просто ждали эти два месяца, чтобы подписать на подоконник, о чем я расскажу чуть позже. Это прекрасное событие, хорошего нам всем вечера. мы всегда рады, мы всегда рады быть в гостях. Я хочу сказать, еще два слова, в память здесь сидит, очень уважаемый человек, генеральный фонд, участие республики, и я считаю, что очень важно, что ваш коллеги здесь. не понимаете, бывший министр обороны, чей, и мы все время встречаемся в каких-то таких травмах, предприятиях, в прошлом выходе были шифры, или на кладбище, а будет на похоронении, но это был святой наш дом. Поэтому мы очень рады, что я с вами сидел на концерте. Поэтому всем вам хорошего вечера в большинстве нашем обоюдном государственном празднике. Спасибо. Дорогие друзья, я упомяну, что я также на празднике, как вам сказали, мы были в деталях, когда еще многих детей не было, и сейчас мы в американском зале встречаемся вновь по полному дилетию обновления технологических связей Катерской Республики и Российской Федерации. Хочу нас всех поздравить с этой знаменательной данной четверть века истории у государства наверное небольшое время. Тем не менее, это уже целое поколение и новое поколение Литвы, и новое поколение России уверен, что эти два поколения будут строить свое и общее будущее в обстановке абсолютного внимания и уважения друг другу. Хочу поблагодарить генералу Литвы Литвы Литвовского Культурно-ностранного экономии Литвовского Литвовского от присутствия в этом зале, в том числе и на зло музыкальных мостах, так называются сегодня вечером, пусть эти мосты всегда уже сведены, никогда их не находят. почему? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Везде где Витовцы там в нас есть такая вопроса где три Витовцы то пять партий Национальная культура на экономии Витовской 1. Я приглашаю представителя Санкт-Петербурга и Витовской Национальной культуры на экономии профессора Геннадзе Средничеевича. Аккуратно. Уважаемые дамы и господа, уважаемые господа, уважаемые господа, уважаемые господа, уважаемые господа. Для нас, витовцев, которые живут в Санкт-Петербурге, такие даты и встречи знаковые. Это неочередное мероприятие, не только в Санкт-Петербурге, чтобы беспокойный год, если можно так сказать. Иногда нас было больше в Санкт-Петербурге, училась наша интеллигенция в вузах. В Петербург возвращались люди, которые не могли вернуться в свою историческую родину. В Петербурге оставались в Петербурге и Ленинграде гостепременные, теплые. И руководители отчаянных дядей и лекарств очень спокойно смотрели, что многие из них не имели права учиться и жить в крупных городах. Но в Ленинграде было всегда порядно и всегда было тепло. И сегодня можно сказать, что основная часть литовской интеллигенции, которая творила историю культуры, политики, связана с Петроградом, Ленинградом и сейчас с Санкт-Петербург. Абсолютно верно, 25 лет это маленький промежуток времени, но с этим временем связаны человеческие судьбы, людские отношения. Как сейчас приятно, принято говорить, горизонтальные связи. Так вот, что бы ни было, на вертикалях, на горизонтальных всегда будет понимание, уважение и любовь друг к другу, возможность помочь и при сложнейших ситуациях помочь и понять. И когда остановилась на ноги, ленинградская интеллигенция, ленинградские ученые поддержали Литву и в то же самое время, когда была сложная ситуация в России, мы, литовцы, которые тут живем, чувствовали помощь и понимание со стороны своей исторической работы. Самое основное, это имя. Сегодня очень приятно, что среди нас есть глубоко нами уважаемый человек, ученый с мировым именем, геолог, ученый, который открывал богатство российского государства, один из тех, кто открыл темно-бедливые трубки, профессор... Виктор Юрьевич, спасайтесь. Он является самым взрослым членом литовской общины, и мы рады его приветствовать. И не случайно я на сцену вышел не один, со мной на сцене находится директор оборудованной национальности Елена Алексеевна, она тоже ставит слово, и директор музыкальной школы, ученики которой сегодня будут играть, играть концерт. И вот перед тем, как сказать все заключительные слова, разрешили вам сочетать адресы от литовской общины. Он напечатан на двух языках, на вашем историческом родном языке и на русском. Вот это текст я вам не читаю. Уважаемый Виктор Выгрикович, вдалеком для многих присутствующих здесь в 1926 году в городе на Неве сверкнул импактный Алваз в семье литовцев, бежавших из Литвы от ужасов Первой мировой войны в Петербург. Родился мальчик, которому дали имя Виктор. Имя обязывало, он должен быть, стать победителем. Но путь до Великих Побед оказался цернистом. Кто сейчас может измерить боль подростка в такой важный период жизни, потерявшего отца и ставшего сыном врага Бога? Представить себе трудности, через которые пришлось пройти талантливый юноша, чтобы стать человеком, у которого перечень заслуг перед человечеством занимает несколько мелко напечатанных страниц. Работая в далеких экспедициях, совершая научные открытия, занимая высокие должности, вы никогда не вызывали о земле своих предков, своих обеих. Много лет вы находили время для посещения мероприятий, организованных литовской общиной. Сегодня, отмечая ваше девятьсотлетие, мы хотим сказать, что гордимся вами, любим вас и всегда ждем в нашем литовском доме. Желаю вам здоровья, долгих лет жизни и новых открытий. С уважением, председатель Центр-Петербурга Литовской национальной пультурной арт «Автономия Москвы Кромислуга», Совет и все члены литовской общины. Благодарю. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мы вам вручаем станут государства Литовского. Это первая европейская работа, касающаяся устройства государства. И она была осуществлена в Литве. И по старой традиции, позвольте вас, Машу, Завязать ленту вашего юбилея. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 Спасибо.